Ну что ж, давайте. Ну так, Ари. Майкл Баффер прозвучало. Майкл Баффер представляет боксеров, которые сейчас совсем скоро сразятся за три пояса чемпиона мира. На ваших экранах Джозеф Пакер в Новой Зеландии. Вы видите все его регалии, количество боев, количество побед, количество побед нокаутом. Он защищает свой титул чемпиона мира по ВБО. За его спиной развивается два флага. Само и Новой Зеландия. А это его болельщицы. Энтен Джошуа, обладатель трех поясов. Айбиэф выбрал Айбио. Вы видите, 20 побед, 20 нокаутов. Очень впечатляет. И вы слышите, как его приветствует публика. Таким образом, на кону в этом бою сегодня четыре пояса чемпиона мира, друзья. Давно вы такого не видели. Да, и Джошуа говорил, что для него это лишь очередной шаг к тому, чтобы стать легендой, чтобы в очередной раз в истории объединить пояса и стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом боеве. Ну, посмотрим, каков он будет сегодня. Бой с Владимиром Кличко, когда он завладел этими титулями, получился очень драматичным, интересным. Ну, вообще, суперпроединок, на мой взгляд, был того года. С Карлосом Такамом Джошуа был несколько бледноват, скажем прямо. Ну, все спасали это на то, что он недооценил соперника. Каков будет сегодня? Готовился, как он говорит, ну, прочку, как его соперник тоже. Очень здорово, очень тщательно. Как никогда досели. Итак, первый раунд. Все записывали в актив Паркеру то, что он очень быстр и очень хорошо держит удар. При этом это раскакивала мысль как в рядах команды Джошуа, так и, соответственно, в рядах самого Паркера. У него хороший правый прямой. Если он попадает, то соперники, конечно, это чувствуют. Это его главное оружие. Ну, и во многом здесь именно возможно будет ставиться упор на мобильность новозеландского чемпиона, потому что, как уже только ленивый, наверное, не говорил, как мы все знаем, вот такую массу, которую обладает Энтони Джошуа, таскать на себе на протяжении всех 12 раундов достаточно тяжело. И тем более учитывая, что у Джошуа 12-раундовых поединков и не было-то в карьере. Ну, и тот, и другой, в общем-то, показали на весах сейчас минимальный практически для себя вес. Говорили о том, что сушились, что очень много внимания уделили именно этому компоненту. Должны быть быстры сегодня. Ну, а Паркер перестрелка идет на дальней дистанции. Паркер работает джебланд. Джошуа пока смотрит на все это. Длины левой прямой и потом правой по корпусу. Ну, и так, это было скорее обозначение. Пытается остановить Паркера Джошуа. Попытался прижать канатом сейчас Джошуа соперника, но очень легко пошел навстречу Паркера и отстрелялся. Почему-то нет тайминга, мы не видим секундомер. Что-то с электроникой. Ну, ничего, скоро будет, наверное, все в норме. Неплохой был такой резкий вывод со стороны Джошуа. И попадание по корпусу. Да, неплохо по корпусу. И снова еще туда же. Джошуа активизируется в концовке. Сейчас скоро прозвучит гонг. Боксеры чувствуют это время. Садясь за руль, будь уверен в ноль промилле. Принимаем тросгель после каждого застолья из утра. Способствует выведению алкоголя и защите печени. Сементал. Настоящая мужская сила. Для тех, кто хочет больше. Наши врываются вперед. Атака! Огонь! Давай, давай, давай! Гол! Отлично! Ну, а что происходит? Ответная комбинация соперника. Удар, гол! Один-один! Да, да, да! Журты, а ты за какую из двух команд, собственно, болеешь? В смысле? Из двух. Футбол веселее вместе. Купи Мэндэмс и выигрывай футбольные призы каждый день. Бойцы выходят на второй раунд. Сразу же, как за несколько шагов, Джошуа сократил дистанцию. Попытался, наверное, такую, в том числе, моральный прессинг назад, Джошуа и Паркер, также пробивая длинным правым прямым по корпусу, не выставал. Джошуа просто за счет габаритов немножко поудачливее в этом компоненте. Ну, ему проще доставать, конечно, у него и размах рук, длинная, да и на ногах он лучше, если честно. Хотя до этого аванса именно в передвижениях выдавались Паркеру. Нет, я имею в виду, когда вот он идет, он сближает дистанцию, он ногами очень здорово чувствует. Вернее, воспроизводит. Очень внимательно Паркер следит за началом движения своего соперника. Также сам, немножко пританцовывая, пытается смещаться в стороны, но чтобы просто не представлять собой неподвижную мишень. Левый, боковой от Джошуа, немножко вскользь пролетел так по лицу Паркера. Паркер смотрится немножко более скованным, чем Джошуа. Более напряженным. Ну, не исключена вероятность того, что постарается Паркер затянуть поединок. Конечно, конечно, это будет обязательно. Потому что все говорят, что Джошуа в поздних раундах будет похуже. Хотя мы вспоминаем опять-таки бой с Кличко. Ну, Кличко там отпустил, в общем-то, Джошуа, когда он сначала сам же британца отправил в нокдаун. Ну да, да, потом решил просто довести дело так вот до победы. Да, ну и в итоге это был тактический просчет, который, кстати, Джозеф Паркер сказал, что не допустит. Если уж он сказал, что если я потрясу Джошуа, то дальше буду его добивать, никаких шансов ему не дать. Паркер выбрасывал такой боковой длинный удар. Но не достиг цели. Вот вторым джебом все-таки Джошуа достает. А вот сейчас этот боковой такая пощечина получилась в исполнении Паркера. Ну, такая перестрелка пока идет довольно нервная. Кто выстоит все раунды? Кого отправят в нокаут? Кто станет победителем? Сделайте правильный выбор. Фонбет. Ставки на спорт с 1994 года. Садясь за руль, будь уверен в ноль промилле. Принимай энтеросгель после каждого застолья из утра. Способствует выведению алкоголя и защите печени. Новый Volkswagen Crafter. Практичный, экономичный, инновационный, как никогда раньше. Лучший фургон 2017 года. Новый Crafter. Автомобиль нового измерения. Третий раунд. Пока тот-другой работает весьма осторожно. Без какого-то риска. Чуть-чуть. Вот в этой... В обмене джебами чуть-чуть лучше выглядит Тентин Джошуэн. Паркер начал больше пятиться назад. Из-за этого старался так качнуть корпусом и пойти вперед, сократить дистанцию. Час начинает, когда пятится назад. И вот Джошуа достает вторым ударом. На такой дистанции, конечно, Джошуа работает предпочтительнее. Пытается, пытается все-таки. И лишит пространства ринга Паркера. Вот попадает справа. Довольно точно и довольно хлестко пробил Джошуа. Паркер бросился отыгрываться. Вязаться в клинче. Сразу же прилип. Дума пытался отыграться, а когда понял, что раскочил, тогда сразу пошел в клинч. Но это то, что Паркер умеет. Он при необходимости как раз прилипнет к сопернику. Он не даст ему возможности пользоваться своим преимуществом в росте, в длине габаритов. Но один пропущенный удар был очень серьезный Паркера. Но, кстати, вот то, что мы говорили, то, что многие отмечали, у Паркера весьма крепкая челюсть. Вот снова начинает вязаться в клинч. Но вы заладите. Ну, правильно. Кому же охотно оставаться под градом ударов в углу. Да, и несмотря на весьма впечатляющий рекорд Энтони Джошуа, 20 побед нокаутом в 20 поединках, тем не менее, были также прогнозы о том, что не будет здесь он стремиться к нокауту. А на домашней земле, да, учитывая факт английского судейства, будут стараться просто довести поединок и победы по очкам. В свою очередь Паркеру, конечно, нужно побеждать. После стопа выбросил удар. Паркер боковой попал по цели. Но Джошуа эту ударов что-то не почувствовал толком. Продолжает искать варианты Паркер. И раунд вышел. Кто выстоит все раунды? Кого отправят в нокаут? Кто станет победителем? Сделайте правильный выбор. Фонбет. Ставки на спорт с 1994 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В конце минувшего раунда был такой довольно неприятный эпизод. Боксеры столкнулись с головами. Рефери дал команду остановить бой. Но Паркер в пылу в азарте пробил. Продолжает Джошуа идти вперед. Создает вот эти возможности. Джебом, джебом. Для того, чтобы провести вот этот свой сокрушающий удар справа. Хорошо сейчас поймал навстречу левой рукой. Снова в атаке англичанин. Паркер такими легкими ударами пытается снова выйти на центр ринга. Но все тяжелее и тяжелее ему становится. Противостоять этим атакам, да, Джошуа? Посмотрите. Ну, Паркер, в общем-то, молодец в том, что когда он видит брешь в обороне, то есть открывается немножко Джошуа. Тут же вот Паркер побывает по корпусу. Пытается, конечно, поставать. Но пытается, пытается. Да, но с точки зрения эффективности... Явных и опасных, пока мы его в исполнении не увидим. Джошуа готовит, готовит к этой атаке. Ничего особенного, но так очень целеустремленный, я бы сказал. Много работает именно джебом. Антони Джошуа. Резкий выпад в туловище. Правильно делает Джошуа, заставляет соперника. Вот, кстати, сколько ударов сейчас умерет Паркер? Три, как минимум, и ни одного не попал. Просто буквально полшага назад делает Джошуа. И все удары Паркера летят мимо. Это вот, слово говорит он. Здесь очень уж откровенно двойку пробивал в предыдущем эпизоде Паркер. И заставил его провалиться. Энтони Джошуа. Вот здорово на движении. Как раз обманул. Сначала дернул рукой и закрутил. В последний момент Джошуа попал за перчатку боковой. Чувствуется, что вот какой-то боксерский интеллект. Чувствуется, что Джошуа начинает доминировать. Джошуа, она растет от боя Гвоя, потому что здесь вот раньше не было таких обманок у него. Сейчас он приучает, очень долго приучает своего соперника к джебу и потом обманывает боковым. Достает уже и вторым ударом. Кто выстоит все раунды? Кого отправят в нокаут? Кто станет победителем? Сделайте правильный выбор. Фон Бет. Ставки на спорт с 1994 года. Сементал. Настоящая мужская сила. Для тех, кто хочет больше. Когда-то я написала это в его дневнике. Александр все делает по-своему. Я волнуюсь за его будущее. Но сегодня он волнует своими идеями весь мир. Наш выпускник и почетный гость Александр... Новое поколение флагмана Лексус ЛС. Смелость быть другим. Рефери вызывает боксеров в центре ринга. В прошедшем раунде в четвертом преимущество Джошуа было уже явным. Он полностью переиграл соперника. Ну что? Будет наращивать. Хорошо у него проходят удары в туловище. Длинные, с дистанции. Но они... Есть еще раз. Хорошее попадание. Как раз обманывает тем самым левым боковым. То, что переводит этажи постоянно. И постоянно держат напряжение Паркера. И он не ожидает. Получается Паркера уходить от этих ударов. Да. Не может он приготовить. Вроде бы качнул корпусом. В ту сторону, куда обычно удар не попадал. И тут же прилетает навстречу. Паркер стал, кстати, сейчас на прямых ногах абсолютно. Это, опять-таки, к слову об оппозиции, да? У Паркера такого уровня соперника еще не было. Даже близко. Жоша снова достает джебом. Публика поет. Поддерживается. Подбежал вперед Паркер. Но здесь просто уже такой жест отчаяния, казалось бы. Просто затолкал он от своего соперника. И атака, по большому счету, закончилась ничек. Передняя рука Джошуа просто великолепна сегодня. Вот пытался ответить Паркер резко. Довольно неожиданно. Кстати, джеб на джеб сейчас выходил. Такой мини-эпизод. Но Зеландица выиграл. Джошуа сейчас будет пытаться взять для реванш. Еще 30 секунд до конца раунда. Паркер понимает, что он проигрывает. Пытается, конечно, что-то противопоставить. Ну, сейчас здорово ушел в предыдущем эпизоде и добавлял. Ушел, да. И потом с ударом уходил. Тоже было неплохо. Правые силовые. Но пока вот так все равно работаем вторым номером и не оказывая какого-то давления на Джошуа и не так его встречая, как бы хотелось, наверное, Паркер пока не уйдет. Сементал. Сементал. Настоящая мужская сила. Новая линейка продуктов для поддержания мужского здоровья. Сементал. Для тех, кто хочет больше. Я томился в безмолвии тысячу лет. Ой, так же нельзя в безмолвии. Вам, наверное, поговорить хочется. Многим надо позвонить, просто узнать, как дела. Вот, с тремя месяцами бесплатной связи. Билайн заплатит за три месяца связи при покупке смартфона Meizu M5C. Нам есть, что добавить к вашему смартфону. А три желания? Не благодарите. Это моя работа. Билайн. Просто удобно для тебя. Шестой раунд. В концовке пятого Паркер пытался продемонстрировать, что он оттуда не сломлен. Хотя понимает, что преимущество на стороне Джошуа. Вот снова почти подловил левым боковым Джошуа. И отвечает Паркер размашистыми ударами. А Джошуа просто побежал назад. Кстати, выставив джеб. Вернее, даже не джеб. Выставив руку вперед. И... Да, эмоции зашкалирует. Ну вот здесь как раз, да, это тот, по всей видимости, рецепт для Джосефа Паркера, который может сработать. Вот такие ситуации. Как только он пошел вперед, как только пошел вперед, даже несколько так панически убегал назад Джошуа, ну ничего не придумав, кроме как выставить руку вперед. Ну и Паркер не воспользовался толком этим моментом тоже. Ну, сумбурно достаточно пошел, но вот вариант. Один из вариантов. Джошуа, оказывается, не очень любит, когда на него давят. Ну это мы знаем. Знает ли об этом Паркер и помнит ли он об этом? Ну вот сейчас уже протестировал. Но подавить, ну вы понимаете, в чем дело? Ну вот эти наскоки, ну вот после команды стоп, ну начинается грязный бокс. Ну в том числе задача Паркера вывести Джошуа из равновесия. Попадает апперкотом. Паркер немножко так задумался британец в какой-то момент, перекрылся, ждал развития атаки, но его не последовало. Паркер молодец. Чуть-чуть удалось ему сбить с прицела соперника. Вот этими нырками он уходит, конечно, уже как раз от очень опасных ударов. После этого Клим чует, вяжется. Ну вот, это издалека, да, очень удар. Все-таки нужно немножко сокращать дистанцию чуть более активно. Он отпугался даже и по плечу не ударя, а просто по крючатке. Ну вот остался сейчас Паркер. Надо было дорабатывать. Ну держим удар, посмотрите, действительно. Сейчас Джошуа неплохо попадал. Правда с очень короткой дистанцией, но тем не менее. Опустил руки Паркер. Паркер пытается сейчас за счет скорости переломить рисунок боя. Изменить его. Нок здорово защитился. Повисли немножко спиной на канатах. И тут же прижался к сопернику. Чизбургер, пожалуйста. Один сырный бро за добро. С вас 700 рублей. Что? Ваш чикенгурма экзотик. Сочное, цельное куриное филе. Аппетитная булочка тати, спелый помидор, свежий салат, соус гуакамоле и карри с экзотическими фруктами. Новый чикенгурма экзотик уже в Макдоналдс. Если вы ждали повода, вот он. Купи 4G смартфон и получи скидку на аксессуары до 10 тысяч рублей. Билайн просто удобно для тебя. На седьмой раунд вызывает рефери боксеров. Бой становится интереснее. Паркер активизировался. Паркер сумел чуть-чуть перестроиться, чуть-чуть передернуть. Сбить немножко вот с того ритма соперника. Сбить его с прицела даже чуть-чуть. Посмотрим, что сейчас предпримет. Слово за Джошуа теперь. Уже, кстати, начинает Паркер в том числе тоже реагировать на движение Джошуа. Если до этого периодически он пропускал второй удар. То есть сейчас в контратаке с первым же. И таким образом не дает возможности просто развивать атаки Джошуа. Несколько удачных эпизодов как-то вселили в него уверенность. Ну, здесь нужно просто еще развивать их и попадать дальше. Попадать так же неплохо, как и получалось до этого. Ну, а между тем время раундов-то тает. И затягивать особо долго не получится. Так уже издалека оверхендом пробивался сейчас Джошуа. Ну, вот здесь уже, кстати, и британец, в свою очередь, начинает проявлять эмоции. Внушение от реферии обоим, кстати, боксерам. Ну, надо дать должное Паркеру. Он сумел вывести себя Джошуа. Заставил беспокоиться, как минимум. Да, 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 да. Мы помним, да, когда вот в четвертом раунде, в третьем-четвертом раунде Джошуа полностью завладел инициативой. В пятом. Сейчас. Нет уже такого явного преимущества. Ну, вот Джошуа уже не зря говорил о том, что он нервничает и боится потерять он свой нолик в графе поражения. Самое главное, он боится потерять три пояса свои. Да, и вот так вот очнуться после внезапной вспышки, лежа на полу перед своей же публикой, наверное, для него это, да, один из самых страшных кошмаров. Вот, конечно, чуть-чуть, буквально полшага не хватает Паркеру для того, чтобы его джебы доходили до цели. Он, конечно, их просто выбрасывает, пытается остановить Джошуа. Но пока разница в габаритах еще существенная роль играет. Но уже Джошуа не стал таким уж разящим, постоянным и доминирующим. Кто выстоит все раунды? Кого отправят в нокаут? Кто станет победителем? Сделайте правильный выбор. Фонбет. Ставки на спорт с 1994 года. Лавилас Форте. Они узнали. Быть лучшим. Это значит двигаться вперед и постоянно оттачивать свою технику. Джилет Фьюжн Проблайт с технологией Флексбол. Следует контурам лица и сбривает буквально каждый волосок. Джилет. Лучше для мужчины нет. Немножко нервная обстановка у англичанина в углу. Действительно, немножко упустил он нити боя. Джошуа, простите, Паркеру удалось, конечно, изменить рисунок. Во-первых, вывести немножко Джошуа из себя. Во-вторых, что-то ему противопоставить. Вот. За счет определенной скорости своей. Ну, то, что ему записывалось в актив. Ну, да, да. И морально он сейчас, конечно, очень здорово взбодрился. Обмен боковыми. Наткнулся Паркер в очередной раз, немножко уходя головой в сторону. Но продолжает держать удары. И, кстати, здесь также можно еще залезть сопернику в голову, когда он тебя вроде бы бьет, а ты стоишь и не падаешь. И в какой-то момент спортсмен начинает уже сомневаться в собственном ударе. Джошуа замедлился. Вполне ожидаемо, кстати, к этому раунду. Размоталась обмотка у него на перчатке. И даже во взгляде какая-то такая вот, на которой неуверенно сейчас проскальзывая. Усталость, усталость. А чего не скажешь о Паркере? Паркер ожил. Паркер так вот, говоря по уличному немножко, раздухарился. Вот ему бы еще попадать. Вот, но это все-таки попадает. Ну, сейчас дотолкал просто Джошуа. Джошуа потерял свой ритм. Обмен Джевами. Сначала Паркер по корпусу, потом Джошуа так уже на излюте руку выбрасывал, но достал. Но уже не тот Джеб, который был. Не тот, абсолютно и сдвоенный тоже не получается. Паркер немножко опасно бросается головой, конечно. Может и преднамеренно он это все делает. Джошуа успевает. Вот сейчас в минувшем эпизоде успел перчатку все-таки поднять. Жестко пробил. Но Паркер вот этими нырками уходит вниз. И во многом, конечно, эти попадания теряют свою эффективность. Да, Паркер в нужный момент успевает перекрыться. Успевает вот так вот завязаться в клинче, прилипнуть к сопернику. Он опускается, ныряет очень хорошо. Еще Джошуа очень трудно с высоты вот оттуда его достать. Да, причем мы не так много апперкотов в исполнении британца видим сейчас. Позвучал гонг как раз в тот момент, когда судья был готов остановить поединок из-за размотавшегося тейпа на перчатке у Джошуа. Ну так, что здесь у нас происходит? Смотрим повторы. Вот нырнул Паркер. Там пропустил удар, но замаха не было. Короткий удар, поэтому особого ущерба он не ощутил. Создав вот эту определенную суматоху, конечно, во-первых, Паркер заставляет больше суетиться на Джошуа. Тот чуть-чуть, на наш взгляд, замедлился. Отсюда и точность тоже пропала некоторым образом. Но это, к слову, о том, что все ждали победы Джошуа нокаутом. Но еще не вечер. Особых предпосылок этого не дают. Хотя, да, еще только девятый раунд. Четверх поединков впереди. Ну да, простая тактика. Выбросить один-два удара. Дают до цели. Нет. Скринчевать. Завязаться. Вот схватить руку. Но обоюдная охота вот по-прежнему продолжается. Вот сейчас чуть-чуть буквально руку убрала. Нет, Джошуа снова сейчас слева пропал. Довольно точно. Но он вот раз за разом вот этот все-таки левый боковой у него проходит. Но все-таки некоторые удары у Джошуа проходят. Потому что они уже не столь грозящие, но тем не менее. Паркер ведь тоже устает. Эти удары накапливаются. Если он замедлится сейчас, тогда это для него будет очень опасно. Да это будет критично, на мой взгляд. Ну, головой я уже который раз замечаю. Очень опасно действует новозелландец. Очень опасно. А здесь опять тейп разметался. КОНЕЦ! Ну что ж, заканчивается у нас девятый раунд. И, наверное, можно уже сказать, что Джошуа, в общем-то, не столь неуязвим и не столь, конечно, страшен, да, как казалось. Не столь могуч, да. Не такая уж он машина для нокаутов, какой его многие представляли. Отвечает, отвечает, отвечает Паркер. Ой, простите. Все-таки Концовки раунда становятся такими яркими. А Джошуа вот в очередной раз показывает, что он не так хорошо умеет перекрываться и защищаться. Потому что вот сейчас, вот снова, когда Паркер пошел вперед, начал пробивать по корпусу так же. Ну, вообще, больше ударов добавил в свои комбинации. Ну, что, он начинает пятиться. Он начинает пятиться и начинает очень сумбурно подставлять просто руки под эти удары. И все. То есть, вот, несмотря на все эти видео, которые он выкладывает о буклонах, там, работе корпусом, работа на скорость, тем не менее, в боях, вот, ну, конкретно в этом бою, сейчас не так этого всего много. Ну, что, 10 раунд настаёт. Подписывайтесь обязательно на группу телеканала Матч Боец ВКонтакте. Там вы найдёте обзоры, анонсы самых главных событий из мира единоборств. И также программы «Моменты недели», где обязательно мы этот бой ещё раз рассмотрим официально. После стопа начинаем. Матч Боец ВКонтакте. Ну, Джошуа тут тоже был неправ. Локтем давил наш. Опять, вот сейчас попал опять джебом. Дёрнулась голова у Паркера. Пересечение небольшое открылось в районе левого глаза. И ожил, ожил в очередной раз Энтони Джошуа. Большинство кураж. Да, когда кровь видит соперника. Было хорошее попадание. Сразу поднимает мотивацию, сразу поднимает уверенность. Опасно Паркер вот так идёт головой, конечно, очень опасно. Но Паркер может быть и намеренно опасно идёт головой вперёд. Может быть. В желании посечь соперника, да, сломать ему плавно поединок. Но пока сам с сечкой. Но сечка, кстати, с легитимной, да, после пропущенного удара перчатка. Снова натыкается и немножко так болтанулся Паркер, но остался. Он тут же прихватил руку, вы видели, да. Прилип. Но любому сопернику с Паркером будет непросто. Вот сейчас это уже можно абсолютно с уверенностью сказать. Да, такой. Но если Паркер в хорошей форме. Неудобный очень. Боксёр терпеливый. Может. Понарушать правила, перечирается ничем. Вот сейчас показательный, кстати, эпизод был. То есть после команды стоп всё-таки Джоша развал. Опять у Джоша развал. Это чемпионский уровень, да? Апперкот вот всё-таки подловил сейчас он Паркер. Да нет, там скользнула перчатка. Если бы он попал этим апперкотом, всё бы давно закончилось. Какой-то размашисто, порой как-то неожиданно. Не совсем технично, да, как говорят. Отвечает Паркер и ставит кипик пороги соперника. Смотрим повторы. А, кстати, а вот рассечение могло и после вот этого локтя, попадания локтем, немножко открыться. Вот ощущение такое маленькое и не опасное. Ну что, впереди одиннадцатый раунд. Джошуа как бык на Матодоро выскочил из угла. Так же, как и в предыдущих эпизодах старается. Ну что, один из самых длинных поединков в карьере Энтони Джошуа как раз был позапрошлой. Одиннадцать раундов боя с Владимиром Кличко. Вот сейчас вопрос. Простоит ли Паркер дольше, чем все предыдущие соперники британцев? Простоит ли до конца? Опять заработал джек англичанин. но низко опускает голову паркер намеренно и так пытается забрасывать удары но далеко не себя не только падают точно возня на ближней дистанции там один удачный от джошуа прошел бросайте сейчас картер 2 когда джошуа какую-то паузу работает работаем за вперед выбрасывать же потом какую-то паузу непонятная пауза возникает паркер пользуется с моментом буквально два шага в прыжке как идет на соперники джошуа немножко теряется но это как раз учебное пособие для последующих соперников антони джошуа возможно для александр поведкина также посмотреть как этот бой закончится но на самом случае хочется сказать что не так страшен черт как его наливают да да каждого можно победить а тем более уж на том уровне на котором боксируют эти парни здесь нельзя быть не предсказывает еще раз не врачи все-таки на ринге боксеры которые еще не проигрывали ни разу своей жизни и которые оба чемпионы поэтому что же вы хотите бой получился непростым есть хорошие попадания когда так интересно уходил джошу паркер клада хорошее язжик он умеет так нивелировать удар убрать голову подставить но ничего чтобы заставить скользнуть перчатку да но даже когда он попадает и более точно да все равно с минимальными потерями уходит ну что перед заключительным раундом на дают самый файдинг вот тот момент когда паркер побежал когда началась драка ректоре сам рисковал получил да ну что запустительный раунд и тот и другой должны его провести на максимуме своих возможностей конечно на мой взгляд джошу выигрывает но явно не все раунды его можно отдать это финальный раунд смотрим внимательно вставание передней рукой кстати даже у того джеба который здесь у слова пытался это кто-то пробит джошуа непонятно было с этого ракурса дошла перчатка до цели или нет ну что друзья самый длинный поединок карьере энтони джошу теперь уже точно с уверенностью можно об этом сказать опасно пошел вперед паркер головой снова раз уже но тут есть по всей видимости еще такая может быть тактика когда он на плечо пытается насадить его соперника закрутиться в сторону но вот закрутиться не получается но из-за лица у вас уже власть и посадил пиджи а как бы на пустое паркер сейчас да по 5 асанавливают и до окончания поединка но джошуа тоже в свою очередь осторожничать он все-таки не стремится добивать а вы слышал уже заключаю заканчивается бой здесь осторожность как раз не помешает то что выигрывает пускай и не так говорится в одну калитку как ему предрекая но парке свою очередь показал что он действительно очень опасно очень неудобно в первую очередь вот это подходит больше всего для любого соперника да если вот по каким-то предыдущим поединкам говорили что паркер боец скучный и его смотреть неинтересно здесь открывается с новых сторон показывает что ну здесь он в общем-то максимум сделал того мне кажется в тактическом плане ментальным да на что был способен потихонечку истекают секунды этого поединка но если честно вот такой поединок смотреть приятный хотелось бы наверное еще раунда два-три как минимум глянт финальный гонка финальный гонка и все смешанные друзья чувства у публики тоже в том числе ну чтож мы ждем потому что всегда когда раздувается чьё-то преимущество иногда теряется граница анализ каким бы он не был предварительным тщательным иногда ринг все опровергает ну чтож в любом случае мы посмотрели хороший бой ну вот в чем до энтони джошуа вообще не откажешь так это в умении делать красивые бои все таки но здесь и паркер тоже молодец паркер молодец потому что где-то вот после пятого раунда удачного пример передернуть да какие задачи поставить соперник дает было достаточно неожиданно видеть выражение растерянности на лице у энтони джошуа потому что все раз это хорошо шло у него до того момента да у него все получалось все получалось ушло так по накатанной по нарастающим и тут бах что-то переселкнуло что-то отказала ну молодец в итоге все равно собрался провел еще скажем что все равно хочется сказать что до джошуа чемпион владеет уже скорее всего остается остается нам дождаться вердикта многие скажут что мы забегаем вперед но все-таки не ошибаемся так вот несмотря на это все равно мне кажется что джошуа не является таким уж супер чемпионом как все показалось на грозном в первую очередь ну что майбл баффер в ринге слушаем ну что майбл баффер в ринге слушаем 119-109 да и 118-110 118-110 ну вот убедительный счет конечно в пользу энтони джошуа но бой для него все равно получился непростым поздравляем джошуа он уже обладатель теперь четырех поясов чемпиона мира молодец а на этом мы заканчиваем нашу трансляцию друзья для вас работали Борис Кребко Григорь и и и и